Эй, чувак, не отставай! Вместе со мной этот стих повторяй! Видишь там кнопка? Это подписка? Жми на неё, если ты не редиска! Нажал на подписку, жми колокольчик, иначе в попу получишь укольчик! Господи Иисусе! Ущипните меня кто-нибудь, я что, сплю? Нет, Бэнди, ты не спишь! А что? Что? Это Борис? Ты как одет? Что вообще происходит? И что за веники у тебя в руках? И почему ты в юбке? Ты что, ты в голубиный отряд записался? Какой же голубиный отряд? Ты что, с ума сошёл? Я тебе сейчас всё объясню! Это всё Генри, аферист! Он говорит, на вашем канале мало подписчиков, надо собирать подписчиков! А что самое привлекательное для всех? Конечно же, чарлидинг! Чё, чё, чё? Ну это такие танцы в юбках! Перед какой-нибудь игрой, например! Вот он и заставил меня так одеться! И всякие кричалки выкрикивать! Борис, а зачем тебе эти два веника в руках? Ну как зачем? Чтобы привлекать ими внимание! И чтоб красивее было! И вообще это не веники! А что это такое? О, у них такая интересная история! Это называется помпон! Или на сленговом языке черингдастер! А если это всё сократить, получится помпондастер! Или пипидастер! Чё, чё, пипидастер? Да-да-да, не удивляйся! Эта штука называется пипидастер! Так что если тебя вдруг кто-то пипидастром теперь обзовёт, знай, что ты очень красивая мохнатая штуковина! А не какой-нибудь там голубь! Да ты прям ходячая википедия! А то я специально пошёл прочитал! Ну, а ещё что-нибудь можешь сказать? Ну, сейчас попробую! Посмотри, как я танцую! Пиши комментарий, а то... Рифма мне нужна! Ну, давай я попробую! Посмотри, как я танцую! Пиши комментарий, а то зацелую! Ой, не, не хочу никого целовать! Ну, а чё, затанцую! О, ну это глупо звучит! Короче, Борис, завязывай с этими пипидастрами и с этими помпонами! Хватит прыгать в юбки! Иди переодевайся уже, пора! Передача начинает! Батим наш любимый! Батим наша родная игра! Батим Ван Лав! Борис, Борис, ну всё, успокойся! А то я тебя к Грише сейчас отведу! Ой, не надо мне к Грише, я всё, я уже спокоен! Господи, Иисусе, твою медь! Я ещё слишком молод и красив, чтобы умирать! Кол, что случилось? Закройте немедленно стену! Да чё такое? Да чё, чё, ты видел, сколько там рисунков прислали? Уже по 2700, наверное! Ну, а кому сейчас жить легко? Этого следовало ожидать! Нет, у меня сейчас будет инфаркт! Моё прекрасное сердце не выдержит! Дайте мне что-нибудь красивое! Дайте мне мой прекрасный портрет! Только это меня успокоит! Эй, я дошёл, тебе прекрасный портрет! Вот смотри! Что, я в платье, в чулочках! Ну а что, а я тоже красивый! Ну, ты ж просил красивый, я тебя и нашёл самый красивый! Ну, у меня тут тушь потекла! Ну, ничего страшного! Нет, давай мне ещё красивее! Опять сердце колет! Ну вот, держи ещё один портрет! О, это тоже неплохо! Отлично! Тонкая талия! Шею отрубили! За что, спрашивается? Слышь, ты не привередничай! Это просто образ такой! А ещё что-нибудь прекрасное есть? Да, конечно! Вот, смотри, звёздочки, снежинки! Ну, красотища! Критику! Ну что могу сказать? Я обожаю критику! Вот, меня уже почти отпустило! У тебя опять разные глаза получились! Ну ладно, закроем на это глаза! И на левом роге ты там намазюкал слишком толсто! Можно было подтереть! Вот сразу видно, что человек с любовью нарисовал! Спасибо тебе, Кофин! А меня тоже, между прочим, с любовью рисуют! Вот, Надя меня с любовью нарисовала! Да ладно, Надя сделала фон! Ну, наконец-то! Только полы у неё кривые получились! Да у нас студия старая, поэтому полы кривые! Кстати, тут народ интересуется, кому ты ключик подаришь? Ключик? А никому не подарю! Я же сказала, сам носить буду! А, автор, отличный рисунок! Мне всё нравится, особенно моё лицо! Ты стала лучше рисовать моё лицо! Если ты уберёшь морщины с моей шеи, будет вообще зашибись! Кол, ты уже автоматом критику повёл! Ну, а что делать? Рисунков миллион! Просто будем всё вперемешку делать! А как тебе Сэднес? О, Сэднес вообще красавчик! Я уже начинаю думать, что он красивее меня! Да, конечно, он красивее тебя! Он, во-первых, добрее тебя, никого не критикует, у него голубые глаза! Ну и к тому же он няшечка! Няшечка, я тоже няшечка! Не, ну я тоже, конечно, няшечка! Ну, я не такой няшечка! Да ладно, у тебя поклонников больше всего! Эй, каких поклонников? Не поклонников, а поклонниц! Мой лорд, я вам принёс ваш любимый зелёный чай со льдом! О, ну вот главный поклонник твой пришёл! Эй, Кол, не надо мне путать! Сэми не поклонник! Он мне поклоняется, но он не поклонник! Ну да, ну да, я понял, не объясняй! А вот это что тогда такое? Эй, я не виноват, это Вероника! Ай-яй-яй, Вероника! А вот сюда посмотри, Ай-яй-яй, Надя называется! Ой, ну ладно, Надя меня уже как только не рисовала! Последнюю юбку с тебя сняла, мне отдала! Да, и с крыльями, с кривыми она тебя рисует! Надя, ну это разве крылья? Ну такие крылья пять лет только можно рисовать! Кол, ну ты не ругайся, Надя сама призналась, что не умеет рисовать крылья! Ну вот это же её рисунок, ну вроде он нарисовала крылья! Очень неплохо выглядит! Вот только вот этот коричневый цвет я бы заменил на другой цвет! Слишком тут всё слилось! И вообще, я тут попытался Наде примеры крыльев найти, и понял, что допустим вот у этого автора тоже проблемы с крыльями! У него много-много разных ангелов, одетых по-разному, но вот крылья у всех одинаковые! Автор, тебе пора вступать в стадию прогресса! Потому что вот это тоже крыльями трудно назвать, это можно назвать пухан горит, но никак не крылья! Только я тебя прошу, не надо на меня обижаться, я не хочу ни в коем случае обидеть твои крылья! Или твоё огромное семейство ангелов, не дай бог! Придёте за мной ночью, и я с вами не справлюсь! Просто я хочу, чтобы ты начала рисовать им какие-нибудь другие крылья! Чтобы твои девчонки выглядели ещё лучше! Я уж не знаю, вот нашёл тебе пони, перерыл тут все рисунки, вот хотя бы как у пони крылышки, например! Хотя бы с небольшим количеством пёрышек посередине! Вот ещё один пример от тех же пони, вот такие можно крылья рисовать! Есть ещё один вариант вот таких крыльев, сложенных пополам! Они выглядят хоть и просто, но намного лучше смотрятся! А вот этот автор, ай-яй-яй, поленился крылья нарисовать! Вроде тени какие-то нанёс, объём придал, а вот про перья уже всё, он неохота был рисовать, поначёркал там как смог! Надо было либо не делать эти серые полоски, а просто уже тенями сделать пёрышки! И ещё я бы хотел сказать, вот эти волосинки по краям не надо было их делать, они там лишние! Как будто это уже не волосинки, а какие-то шланги, провода или что-то в этом роде! А стиль рисования очень интересный! Ладно, не будем отвлекаться на волосы, продолжим с крыльями! Вот прекрасный Борис, мне понравился Борис! Крыло демоническое, мне понравилось! А вот ангельское крыло опять-таки, ну вот на детское смахивает, как будто... Нет, ну я понимаю, что вы все дети, что рисуют дети, и я не в этом смысле, я в том смысле, что оно немного примитивно выглядит! В общем, я надеюсь, автор меня понял, Бенди у тебя хороший Борис, просто замечательный, а вот это ангельское крыло, надо бы над ним поработать! Вот, кстати, ещё один пример демонского крыла, очень неплохое для Бенди! Так-так-так, Колл, давай завязывай со своими крыльями, давай лучше поговорим о моих поклонницах! Вот, а Джейн, например, самая ярая моя поклонница, везде фоткается со мной, даже женилась на мне! Да ладно, что-то я тебя не видел ни с какой Джейн! Ну, она женилась не совсем на мне, она на моей хуманизации женилась! Ну и как твоя хуманизация поживает? Да не знаю, вроде нормально! А вот эта коричневая, это которая мама её? Ну да, это её мама! Нет, ну я до сих пор понять не могу, как её мама выглядит так же, как и она! Ну как-как, мир-то волшебный, смирись! И вот тоже, смотри, мои поклонницы, какие мне доспехи нарисовали! Подожди, это не Макс, разве? Нет, ну Макс голубого цвета, тут чёрные глаза, чёрная шея, это я, наверное! А вот смотри, какой доспех, ну это вообще супер! Просто вот на войну захотелось! Клёвые доспехи, я тоже такие хочу! Тебя уже рисовали, ты обойдёшься! Нет, эти доспехи для тебя слишком красивые, отдай их мне! Ага, сейчас! Так, а это тоже тебе подарок от поклонниц, вот эта шляпа? Да это вообще не я, по-моему, жёлтые глаза, это как будто на волосы похоже! Да и Нимба у меня никакого нет! Может быть, это Ангел Бенди? Может быть! Привет, пацаны! Чё, Алиса, какие пацаны? А, ну я решила приветствие изменить! Эээ, ты что, от канона решила отойти? Ты должна говорить привет, мальчики! Мы мальчики, мы не пацаны! Кто это тут мальчики? Мы мужчины! Ну, Сэднес, например, он ещё мальчик! Я не мальчик, я тоже уже взрослый! Сэднес, если тебе нарисовали взрослую рубашку, подтяжки, это не значит, что ты стал взрослым! Просто имидж сменил! Колу, мы не только нарисовали рубашку и подтяжки, но и крылья! Ммм, красивый рисунок получился! Только опять вот цветы, если это цветы, они похожи на листья! Блин, вот и протянутая рука, ну не смотрится она как протянутая рука, но вы меня хоть убейте! Либо он её так идеально ровно вытянул и напряг, либо надо было её согнуть немного! И, конечно же, фон сделать немного потемнее, темно, темнее голубой, чтобы он с Сэднесом не сливался! Колу, ну ты опять со своей критикой, а? Ну, я не виноват, тут куча рисунков на критику! Не собирать же опять тонны рисунков! Ну, на вот тебе тогда ещё одного Сэднеса! А, это тоже очень мило выглядит! Сэднес у нас вообще красавчик, я же всегда это говорил! Только автор ленивый покрас немного сделал, особенно вот на ногах заметно! И, конечно, букет! Я не пойму, это у него букет или это у него кофта такая, потому что на букет это не похоже, а больше похоже на кофту! Или какую-то бумажку или рисунок он к себе как будто бы прижимает! Ну, глазки просто потрясающие получились, хотя и разного размера! Ну всё, всё, всех раскритиковал! Я не то чтобы критикую, я просто говорю как лучше, как красивее! А может быть автору так нравится? Ну, если бы ему так нравилось, он бы не просил критики! И вообще мало какому художнику нравятся свои рисунки! Ну, а как ты думаешь, вот, например, Андрюше, нравятся его девчонки? Ну, я думаю, что да! Если бы не нравились, он бы их не рисовал! Но вот у Андрюши прекрасно получается рисовать волосы! Вот просто, ребята, можете срисовывать у Андрюши волосы! Он отлично их рисует! Но вот с лицами у Андрюши всё-таки проблемы! Особенно с глазами! А с одеждой у него как? Одежда у него тоже шикарная! Он их одевает просто как куколок! Ну, вот над глазами, над лицом надо поработать! Ну, вот не нравятся мне их лица! А как тебе вот это? О, ну, это подруга для Лорда Омеги! Я на неё посмотрел, ну, просто вот этот один глаз мне его напомнил! И наводящий такой ужас! Нет, Андрюха не отдаст своих девчонок Лорда Омеги! О, а вот, смотри, какая Алиса! С такими ресницами! Отличная Алиса, фигурка красивая! Ну, покрас! Ну, что же за покрас-то такой ленивый автор! Ну, поначёркал влево-право! Аккуратнее, аккуратнее красим! Короче, Култ, завязывай со своей критикой, мне надо почитать тут кое-где! А что такое? Ну, ещё рано вроде! У нас сегодня будет экспериментальный короткий выпуск, потому что многие просят делать выпуски покороче! Ну, вот мы решили попробовать, ну, скажем так, сломать систему! О, сломать систему очень сложно! Ну, сложно-не сложно, ну, попробуем! Ломать не строить! Ну, тут ты прав! И начнём мы с Сони! Сони 16 лет, вес её колеблется от 34 до 53! Смотря сколько она проводит в KFC, рост 125 сантиметров! Она малолетка, размеры ноги 35-й! Так, если отнести 125 сантиметров ростом 53 килограмма, то она должна быть как колобок, просто огромный! Ну, я бы её не зазвал колобком, она тут очень даже стройненькая! Может, это её длинные волосы килограмм 10 весят? Может быть, не знаю! Итак, ей нравится Бенди Колл, Outer Sadness Борис! Обожает она Бенди и Критику! Не любит она острые соусы, классическую музыку, фиалки! И работать она не любит! А больше всего она любит чипсы, мороженое! И лениться любит, и ни черта не делает! Наш человек, что сказать! Сан-Джи, его первый создатель, проиграл в конкурсе роботов! И посчитав, что Сан-Джи не нужен, выбросил его в мусор! После того, как его выбросили, его подобрала корабель, и она его починила, сшила ему новую одежду, раз у него модуль с маленьким ростом! Это такой домашний пылесос, я бы сказал! Какой домашний пылесос? Это модуль типа Уитли! А ну, тогда домашний глаз, видеокамера! Ну, что-то ближе уже! А это наш дорогой Митчелл, который говорит, ребят, давайте теплые обнимашки, если у вас так же холодно, как у меня! И он говорит, что уже август и пора утепляться! Митчелл, черт возьми! У меня от одного слова теплые, горячие и утепляться, где становится жарко, потому что у нас жара до сих пор неимоверная! Я думаю, до ноября, наверное, у нас еще будет жарко! Поэтому обниматься я точно ни с кем не буду! Имя Белла Пол женский, фамилия Волк, рост метр шестьдесят, она Альбинос! Умение у нее готовить, рисовать, писать стихи, песни, она играет на гитаре и на пианино! Семья отказалась от нее, потому что на них ведется охота! И характер у нее вспыльчивый! Вот такая вот история! Охота на них ведется! Ужас какой-то! Эта лампочка! Ей два года! Способность уметь летать и ярко светить! Питомец Жени! Так, кто не знает, Женя это вот этот мальчик с синими волосами! А питомец у него теперь лампочка, будем знать! Я надеюсь, нам не начнут сейчас рисовать всякие электрические провода, телефоны летающие, всякие корзинки мусорные! Я не знаю, что еще можно превратить в своего питомца! Например, зарядку для телефона или пудреницу! Что-то у тебя скромная фантазия! Можно в питомца превратить, например, огурец, помидор или тарелку или поварешку! Тоже неплохая идея! Сколько можно питомцев себе напридумывать? Это у нас Надя ей 18 или 11, или я не вижу эту цифру сколько... Сколько ей лет? 17, по-моему! Любит она кола, не любит, когда над ней жестко подшучивают! Не, ни в коем случае мы над Надей вообще не шутим! Она слишком серьезная, чтобы над ней шутить! Характер у нее переменчивый, она у нас демон! И любит она рисовать! Да, еще она любит много лишнего писать на одном листе бумаги! Ну, это она как бы что-то объясняет! Это пламя мужского пола, 24 года, метр 70, носит резиновые ботинки и перчатки для безопасности! Так, дайте подумать, огонь носит резиновые перчатки для безопасности! Это как-то странно звучит! Ну, ты же сам говорил, у нас волшебный мир, тут все немного странно! Да, это точно! Говорите со мной на вы и называя по фамилии, имени и отчеству! Это, как я понял, мне сказали, что это сын Бяки и Дашко! Я сейчас перевариваю медленно эту информацию и пытаюсь ее усвоить! Подожди, подожди, если он сын Дашко, то это мой брат? Да-да-да, голодь, у тебя новый брат родился, я тебя поздравляю! Ну, спасибо, спасибо, буду знать! Имя Ангелина, возраст 18 лет, раз они известны, влюблена в Бенди, у нее есть своя армия против лорда Омеги, когда злиться, может убить и ненавидит Алису! Так, она, короче, ненавидит всех на А, лорда Омегу и Алису, все, мы поняли! Это Алфин, блин, неудобно его Алфином назвать, я его буду Алфином назвать, ему 17 лет! Он любит Афину, Кексики, Лютика, как брата, и ненавидит, когда Лютик его раздражает! Хобби у него стесняться! Характер серьезный! Он женат на Афине и у него двое детей, ну это мы уже выучили практически наизусть! Это у нас очень серьезный демон по имени Луи, который не нуждается в нашей помощи, так что просит оставить его в покое! Не, мы ни в коем случае к тебе не пристаем, тем более у него магия это пламя, и я не хочу, чтобы мой зад был поджарен, когда я пристану к Луи! Вот мне очень нравится его прическа, вот если бы мне тоже кто-нибудь такую сделал, и кофточка, мне тоже его нравится! Кофточку мне, дайте, пожалуйста, такую поносить! Луи, ты не против, если я возьму у тебя кофточку? Ну у тебя что, своих тряпок мало? Но у меня такой нету, а то меня видишь, он лично голым рисует! Макс, 14 лет, в душе еще ребенок, демон пузырей, день рождения 13 февраля и день его создания, мечта мир во всем мире, систер у него Аки Ми, он добрый, мил ко всем, мастер выпрашивать вкусняхи, любит он вкусные друзей, аниме, плюшевые игрушки, а не любит он ничего, он не любит! Эй, кричит она, хочет ли кто-нибудь со мной поиграть? Я знаю, кто с ней захочет поиграть, у нее такой радужный классный мячик, с ней Дашко захочет поиграть, а потом попросит у нее этот мячик в подарок! Ну ты знаешь, я думаю, не одна моя маман захотела бы с ней поиграть и попросить этот мячик в подарок, у нас вот таких радужных очень много! Да, это точно, радуга просто правит миром! Кстати, маман тебя, смотри, в первый класс собирает! Меня в первый класс? Очень смешная шутка! Ну костюм, ладно, мне нравится, а вот покрас, покрас, ну вот, вот, блин, хочется взять ремень и по заднице надавать за такой кривой покрас! А че сразу по заднице-то надавать? Ну, чтоб запомнилось лучше, понимаешь? Люди через боль постигают истину! О, да ты прям философ! Ну а то! Ладно, да, давай поедем дальше, не будем никого бить ремнем! Это у нас Трэд Гингертейл, который очень-очень любит лазить по заброшкам! Я тоже люблю лазить по заброшкам, но вот, к сожалению, в наших районах вот нету практически заброшек! А если что-то есть, то оно сильно охраняется, что туда просто не залезешь! И поэтому я не могу лазить по заброшкам, потому что у меня их нет! А вот тут Трэд почему-то плачет, вот я не понял, че он плачет? Написано еще парочку вариантов! Может, у него там заблокировался компьютер, и он не может войти? Или он не может пароль от ВК свой вспомнить, и поэтому он плачет? О, это да! Если пароль от ВК забыть, ты че, у нас тут полканала плакать будут? Это точно! Второй стиль рисовки Лея Кофина! Кол, как тебе второй стиль рисовки? Отличный стиль, очень красивый! Руки рисовать так просто элементарно! Вот стиль другой, а вот эти штуки на рогах, на кончиках волосины так и остались! Ты смотри, какой ты внимательный, а! Ну не знаю, почему-то мне эта мелочь сразу в глаза бросилась! Вот тут я с большим трудом что-то прочитал, вот видно, автор красиво умеет рисовать, но почему-то еле-еле все видно, не хочет на карандаш давить, как говорит Кол! Бетти ее зовут! У Бетти есть магия, она обладает магией бить всех сковородками, это ее основное оружие! И вот рядом с ней еще там какой-то демоненок, но я не знаю кто это, потому что тут буквы очень плохо видно! Вот здесь тоже, ребята, я ничего там не вижу, там буквы просто маленькие и трудно что-то прочитать, я даже имя не смог разобрать этого демона! Это у нас новенькая по имени Хелен! Ей 16 лет, она самоуверенная, самолюбивая, позитивная, довольно жизнерадостная! Она любит покушать, посмотреть мультики и играть на укулеле! Вот ее описание можно поставить в пример, коротко, ясно и все прекрасно видно! Ну да, ну да, без всяких яоев, хентаев и прочей гадости! Правильно, абсолютно с тобой согласен! Это у нас Сина, полное имя Сина Канаджима! Ааа, я не могу это прочитать! Полное имя Сина Канаджима, во! Фамилия у нее Микорасу, ей 15 лет, весит 45 килограмм! Там анорексичка любит вино, ненавидит зло, ненависть, любит все сладкое и радость! Хоть и не испытывает ее! На анорексичку она не очень похожа! В принципе, для 15 лет 45 килограмм это неплохой вес! Смотря, конечно, какого она роста! А вот любить радость и не испытывать ее, это уже проблема! Что это такое, спрашивает Андайн? Андайн это минута Андертейла сейчас будет на нашем канале! Потому что, как бы и некоторые не обзывали эту игру, не называли ее там отстойной и всякое такое, у этой игры огромный фандом! И не считаться с ним просто нельзя! А сколько прекрасных артов по этой игре сделано! Просто потрясающих рисунков с Сансом, с Папайрусом и со всеми этими героями! Поэтому мы просто не можем обойти мимо этот фандом и не показать эти все замечательные рисунки! Пусть и не такие крутые, шикарные, как у профессиональных художников, но все-таки от тех, кто любит эту игру! Поэтому минутка Андертейл на нашем канале! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А наша передача на сегодня заканчивается! Дирижер от НУРАЙ сложил свою палочку и больше не управляет оркестром! Так мы с Колом сложим свои микрофоны и попрощаемся с вами на сегодня! Приветы и поздравления мы не стали озвучивать только потому, что мы уже не успеваем их озвучить, поэтому не кидайте в нас сапогами и тапками за это! В конце концов, мало какие каналы вообще что-то озвучивают и показывают такое количество приветов, поздравлений! Так что нам за это можно дать премиум, так сказать, ну хотя бы в виде лайка или комментария! Да-да, мы не жадны, нам много не надо! Всем спасибо, ребята, за ваши прекрасные рисунки! Увидимся обязательно в следующий раз! Как вы могли заметить, наша очередь, конечно же, восстановилась буквально за один день! Так что ждите-ждите, но ничего другого нам не остается! А мы вас всех любим, обнимаем наши дорогие зрители и желаем вам всего самого-самого хорошего, чтобы у вас все было отлично! Всем пока-пока! Всем до новых встреч, котятки! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!